Здравствуйте дорогие друзья, сейчас мы начнем серию видеороликов о зоопарке Праги, точнее о рептилиях зоопарка Праги И надеюсь нас пустят в некоторые рабочие помещения и будет что рассказать уникального из рабочих моментов террориумных Так что вперед, поехали и все дела, надеюсь вам понравится Находимся в основном здании террориума, точнее в основной экспозиции Сейчас про некоторые террориумы вам расскажем вместе с начальником террориумного отдела Петром Вилинский Очень здесь уютно, красиво, небольшие террориумы, все как надо В них очень хорошо видно животных, обожаю такие выставки Не очень понимаю, когда террориумы громадные и в них маленькие животные сидят Это неправильно конечно, но и все, с подписями, компактно 25 лет этому зданию, старенькое конечно, сейчас еще и новую экспозицию посмотрим, будет куда интереснее Получили новую группу от маленьких Этим кайманам и ящерицам по 20, сколько лет? Этим только 5 лет Этим по 5 лет Этим не разводятся, потому что я думаю, что здесь только один самец и им должна быть какая-нибудь провокация Для стимуляции нужна вторая самка Да, 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 да Самец вот там А вот он большой сидит, в ветках наверху И это две самки Да Третья В втором террориуме, потому что у них самки агрессивные А это там лампа типа ультравиталюкс? Да, 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 мы пользуем этими лампами очень больше Полезные Более чем полтора 150 штук в год А я вижу остатки тут Да, ульток Хорошо их едят Да Мало в Европе Это очень тяжело их достать Эвентуально они Били, били и более У вас очень хорошее состояние Прям, ну очень красивые Никогда не видел столь идеальных А дают потомство какое-нибудь Не, это два самцы А, два самца? И нормально живут? Да Без самки нормально Два самца без самки А, без самки, ну да Зоопарка Лейпцига Да Сколько в ней метров? Громадная дендрохива Более двух, я не знаю Огромная, да Жаль, не передает размеров видео Тут Она реально очень большая А Здесь пара Возрослых Которые разводятся Здесь прямо разводятся на выставке Да, да, да Ну, где-то здесь милиносы разводятся Похладка происходит Вот там там грелка А, вот видите укрытие Да Там укрытие Где-то они вот забились Взрослая пара Ну, поверьте, они здесь есть Популярные мы Тридцать лет назад Потом и Отошли от них Нашим видом Да, да, да Знакомить посетителей с нашим видом Да, да, да Ну вот, например, жертопузик И посмотрите Да Какая экспозиция шикарная На ветках сидят Как хондропитоны Как бойги Слушай, я никогда не знал, что жертопузики столь хорошие экспозиционные животные Очень красиво смотрятся Попаковка Ничего Специану Ну, зимовка Зимовка Строгая Почти Это Нормально Значит, это самка А теперь у нас две самки Они Звуки издает характерные Да Это есть Не отнять Шикарные животные Харизматичные Пять лет Старая самка Вот это, да? Ей пять лет Да Прилично уже Для полозы Нормальная Красивая Так Уже звуки Не трещит Перестала Красивая Обожаю Никогда Не кусается Не кусается Никогда А вот сейчас попробуем Вот поверьте мне Меня это запросто У нас был один герпетолог Которого укусили в Хорватии И это было очень важно Здесь сидят комодские вараны один-три года Да Вот есть ювенильный еще окрас Да Молодой красивый варан Пока еще красивый Ну это Флорес линия И у них Окраска остается всю жизнь А потому что там есть линия Да Я извиняюсь Да Это комодол линия Которая В зоопарках Которую невозможно видеть В зоопарках И потом Флорес ринча Линия И там более яркие Более красные вараны Эти настоящие комодовые вараны Они такие серии Без окраски А то есть в зоопарках все-таки вот эти вот В зоопарках все-таки вот эти вот В зоопарках всего мира Только линия Флорес ринча Ясно А они по размерам выступают? Ммм Почти То есть одно и то же Да Такой просторный объем Потому что с одного до трех годов Они ведут более стромовые деревьяные Как так сказать Они живут на деревьях А ну первые три года они пользуются С двух годов они начинают двигаться на земле Потом они начинают копать море И должны их переместить А партеногенез характерен только для флорес получается? Нет Для обоих Да это возможно А таксономически их как-то разделяют? Нет Никак До сих пор нет Просто локалитеты Да И генетически они отличаются Это Генетически отличаются Расхождения есть А по типу другие Значит это очень Для лаборатория это очень А кто сейчас этим занимается? Субьеме Вольгонь Теперь Самый важный Ученый Клаудио Чофи Который работает более 15-ти годов Вот там черепашечка Геосемис Грандис Орлития Барлэндис Орлития Барлэндис Орлития Барлэндис Где-нибудь под этими Двух пустынных экспозиций Сонора и катакумб Значит Американская и среднеазиатская Пустыня Молодых Молодых с мексиканской фарми Где-то 8-10 лет тому назад Примерно И вот эти уже молодые 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 Но Это не Батагур Да Или Орлития 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 тоже очень долго Орлития Молодые Орлития Орлития Барлэндис Орлития вашего разведения Потрясающе Да, и это 5 лет в этом возрасте. Значит, это, возможно, самая медленная. Да, самая медленная. А когда, получается, размножились взрослые, в каком возрасте? Минимально 10 лет, минимально, возможно, 15. Не-не-не-не. 15, возможно. Потрясающе. Да. Как долго. Смети, из павильона Гавиалов. Да, мы видели там. Мы видели также первым зоопарком в мире, которые разводили вот этих маленьких черепах. Симпатяга какая. Вот они живут и размножаются прямо там, где Гавиалы у вас живут. Да, да. Они отваривают яйца, там, в персок, как мы сказали об этом. Какие яйца. Гавиалы элеганс, спидмохили, спардалис. Другие, но сезоны только начинаются. Ну, всякие черепахи, да? Агама-агама с ночным перепадом температуры, чтобы были и самки, и самцы на выходе. Вот соседи, где он прервил. Значит, теперь 28 днем и 25 ночей здесь. Отлично. Сколько у вас вышло в этом году Агама-агама? До сих пор в этом году. В этом году шесть, и в прошлом году только одна кладка. Но это уже шестая, пятая или шестая генерация. Теперь Агама-реонатус до дома. Они в экспозиции, но они разводятся здесь. Здесь разводятся, на экспозиции только сидят. Вот такой вот террариум. Это у вас самец и три самки, да? А, четыре. Несколько самцов, потому что они должны право... А, то есть самцы даже жить вместе, чтобы было разведение. Да, да, да. Один цветовой, и вот этот цветовой самец... Сдоминирует? Да, и потом размножается, спаривается. Смотрите, два самца. Вот эти два особей самца также, но они субмиссийные. Вот этот будет... Они для того, чтобы их... Очень извиняюсь за то, что там были такие нелогичные отрывки, сшитые друг с другом. Ну, в общем, было достаточно сложно одновременно совместить запись видеоролика и разговор с начальником террариума Пражского зоопарка. Поэтому далее будет несколько сюжетов по конкретным видам, очень интересным, редким. А пока спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, пальцы вверх. И ссылка в описании на нашу группу тоже есть. Спасибо еще раз большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!